Здравствуйте! Чтобы язык был очень вкусным, его нужно правильно сварить. Читаем, как это сделать. Язык вымойте, удалите лишний жир. Разрежьте его на две части и положите в глубокую кастрюлю. Залейте язык водой. Поставьте кастрюлю с языком на средний огонь газовой плиты. Не солите. Доведите до кипения и снимите пену. Чтобы бурлящая вода не залила вам всю плиту, сделайте огонек газа минимальным. Не кипятите язык, он станет жестким и будет похож на мясо. Теперь можно и посолить не более двух чайных ложек, а затем попробуйте на вкус бульон. Если на ваш вкус соли маловато, досолите. На мой вкус две чайных ложки соли – это необходимый уровень соли на трех литровую кастрюлю. Наступил этап добавления сухих специй. Я обычно добавляю одну чайную ложку петрушки, пару лавровых листочков и одну чайную ложку сухого укропа. Добавление специй придаст бульону и языку неповторимый аромат и пикантный вкус. Продолжаем варить язык еще полтора часа. Затем в бульон добавляем одну очищенную морковь и одну репчатую луковицу. Их можно не резать на дольки, добавляем целиком. Один час язык должен провариться после закладки овощей. Его готовность проверяем следующим образом. Возьмем вилку или другой острый предмет и потыкать им язык. Если он легко прокалывается, язык можно употреблять в пищу. Если же при прокалывании язык жестковат и упруг, поварите еще минут 20-30. Точное время варки языка не скажет ни один повар. Все зависит от веса языка и возраста коровы. Когда язык готов, обязательно вынуть его в миску и сразу залить холодной водой. Тогда верхний слой языка, пленка, будет легко сниматься. Не оставляйте язык в бульоне. Затем нарезать язык на дольки и можно подавать к столу, например, с гарниром из картофеля или сделать из него заливное. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!